Для чего нужны проблемы? Может Бог создать беспроблемную структуру мира? Потому что нам нужны эти проблемы, которые он делает, не может быть, что он сделает всю эту структуру мира без проблем. Но тогда получится линейный принцип развития, который не дает личную свободу человеку. То есть мы, люди, мы должны самостоятельно, на основе уже какого-то анализа личного развития, вот это действие делать, на основе свободы выбора, выявлять в каждой ситуации действия спасения, обеспечения вечной жизни всем. Для этого Бог нам это дает, чтобы мы этот выбор сделали. Вот люди же начинают думать, начинают искать, приходят к учению о спасении и гармоничном развитии, и они же самостоятельный выбор, свободный делать, что да, вот это то, что им нужно в любой ситуации, вечная счастливая жизнь для всех. То есть Бог, с учетом всех событий прошлых наших реинкарнаций, с учетом задач, нашей души, личности, он выявляет и ставит перед нами задачи, которые, возможно, раньше не были решены. Как бы он выявляет их перед нами, что надо сделать свой выбор, надо сделать правильную реакцию. То есть, именно с точки зрения свободы возникает необходимость такого действия. И мы начинаем понимать, что выявление проблем, если мы четко видим, что да, это что-то уже проблема. Мы начинаем четко понимать, проблема – это приближение Бога к нам. И nosotros estamos viendo, что cada uno de estos problemas significa simplemente la aproximación de Dios a nosotros. Надо запомнить выявление проблем, когда мы выявляем, мы понимаем, что это дает Бог, а у нас есть решение, как мы это встречаем и что технологически с этим делать. И мы уже знаем, что выявление проблем – это, когда у нас выявляются проблемы, да, и это действие лично Бога по отношению к нам. И мы видим, что это действие лично, Бога по отношению к нам. То есть, Бог уже, без его любовь tan великого, Он же лично начинает нам показывать, что делать. И если мы так видим проблемы, как приближение Бога к нам. И если мы видим проблемы, как как мы рассматривали в любом вопросе, выявляем макроспасение. И вот открывая этот свет макроспасение, мы видим образ Бога, выявляем его движение к нам. Нам нужно так встречать проблемы, открывать свет макроспасение, открывать, видеть, Бог идет к нам. И при этом мы, когда выявили проблему, сразу же мы открыли решение. То есть мы выявили свет макроспасения, спасение всех. Мы с вами открыли вот этот путь, по которому, что нам дает Бог? Он же не только дает проблему, он же одновременное решение дает. И мы, когда одновременно мы с ним, получается, он нам дает проблему, мы ее, и решение, и мы сразу открываем решение. Эту сферу макроспасения. То есть, что нам нужно от этого события, лично нам вообще, как его решить? Обеспечить вечную жизнь всем. Осе, что нас нужно здесь здесь, это, precisamente, asegурать жизнь вечерная для всех. И вот, когда мы эту оптику открываем, у нас открывается путь. И когда мы открываем эту оптику, то, как встал, то, как встал, то, как он открывает. Очень четкий, очень ясный, прямой. Ум, каменный рвет. Ум, каменный рвет. Путь во спасение. он прям он очень прям и очень прост и мы уже видим что по этому пути к нам навстречу идет и вот этот свет бога идет через уже решенное событие мы же открыли решенное как все спасены и частная там естественно и вот этот свет бога который идет через решенное событие он входит физическая тела и это лусь и улучшить осуществления осуществление это раион поджиудочной железы селезионки очень жесткий луч света который идет через решенное событие и этолась ума лусь И вот, как всегда, в управлении нам остается уже только выдерживать этот луч и восприятие, что Бог идет к нам навстречу.